Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор на косметику, а именно духи от Эйвен. Ждала, чтобы все пришло, все ароматы пришли, чтобы сделать вам обзор на каждый аромат. Буду делать обзор так, как я чувствую, как, вернее, описывать аромат, потому что я непрофессиональный. Забыла, как назвать, человек, который занимается этим. В общем-то, приступим. Первый аромат от Saint Essence Romantic Bouquet. Очень измысловатая маленькая бутылочка. Тем не менее, очень приятный аромат, удобно брать в сумочку. Значит, здесь женственный букет российских лепестков пиона, розовых фрезий, оттененных чувственным ветивером. Я не знаю, к сожалению, что такое ветивер, но пахнет безумно приятно. Мне нравится его ощущать аромат, но я побрызгаюсь, и на себе я его почему-то не наблюдаю. Либо он мне подходит, я его не замечаю, либо он моментально выветривается. Аромат легкий, летний, не тяжелый, не давит на голову. В общем-то, я вам советую, тем более за такую цену присмотритесь. Следующий аромат – всеми известный лак. Захотелось мне заказать его именно, потому что он чем-то напоминал мне Little Black Dress. Но нотки немного уходят в другую сторону. Сладковатый аромат. Напоминает какие-то конфетки, знаете, такие сладенькие. Оставляет легкий такой сладкий аромат на себе. Но, в общем-то, на самом деле, он не очень стойкий. Так что, попользуюсь. Вот такой вот аромат Rare Gold. Давно он был уже в коллекции. Его как-то снимали, потом обратно возвращали Rare Gold. Очень красивый дизайн. Украсть любой туалетный столик. Посмотрите, как. Аромат такой женственный для лиц старшего возраста. Строгий где-то. Но этот аромат невозможно пройти. Он чем-то цепляет, запоминается. Такой цветочный аромат. Хорошо держится на коже. Этот аромат нам подарили, когда мы вступали в Эйвен с мамой. Поэтому, как вы поняли, этот заказ половина моих духов, половина маминых. Но я как бы решила рассказать вам, чтобы о каждом вы имели представление. Эйвен Фэм Айкон. Красивый дизайн, но аромат мне не понравился. Он какой-то... Мало того, что он для женщин старшего возраста такой... Очень какой-то строгий. Он оставляет шлейф после себя. Остается на коже. Но именно, может, потому что я его... Знаете, как он мне не подходит. И поэтому он... Возможно, я его чувствую на себе. Прям давящий аромат. Вот, отдам маме. Rare Peels. Тоже из давнишней коллекции. Парфюмерная вода. Мутный такой пузырёк. И жемчужный дизайн. Вот все могу описать ароматы. Какие-то нотки там слышу. Но этот я не могу описать. Очень приятный аромат. Вечерний, я бы сказала. Чуть-чуть. Он нелёгкий. Но и не совсем давящий прям. Что вы знаете, тяжёлый такой аромат. Аромат цветочный. Я думаю, что им можно пользоваться по каким-то особым случаям. Но не на каждый день. Далее. Аромат Cherish. Лимитированная коллекция. Я не знаю, почему они все стали называться лимитированные коллекции. Обычные. Обычная водичка такая. Флакончик, как у Little Black Dress. Сынка де Санс стали. Очень приятный аромат. Но на коже он сохраняется недолго. Кроме того, и цена его была очень маленькая. Ну как очень маленькая. Там рублей 300, наверное. Я считаю, что для духов эйвенских это прям нормальная такая цена. Поэтому решили заказать. Можно пользоваться летом. Такой освежающий цветочный аромат. Мои любимые духи. Инстинкт. Этими духами я с удовольствием пользуюсь. Сейчас вам опишу. Он чем-то напоминает мне Little Black Dress отдаленно. Он сладкий, цветочный. Где-то даже на фоне можно рассмотреть запах полевых цветов. Почему-то мне кажется. Но это не противные именно цветы. А какая-то свежесть, придающая в то же время терпкость, сладость. Мне очень понравились эти духи. Я с удовольствием ими пользуюсь. Подошли, в общем. Такая серия Amor. Узорчатый дизайн. Красивый. Видите, какой флакончик. Толстый, толстое стекло из серии Tomorrow, Always, Today. Давно хотела этот аромат. Как-то его не было. Потом он выходил из серии. Но как-то не сдавалось мне заказать его. Наконец-то у меня... Ну, в общем, я совершила заказ этот. И мне очень нравятся эти духи. Вот правда. Настолько они притекательные, женственные. Ну... Да.